Всем-всем-всем огромный привет! Добро пожаловать в Канаду! Добро пожаловать на мой канал! Я всем-всем-всем очень рада! И сегодня мы с вами отправляемся в магазин КОЗ. Давненько мы не были в магазине КОЗ, и, как гласит надпись на витрине, здесь уже началась распродажа, как, собственно, практически во всех магазинах. А конец июня, начало июля всегда-всегда начинается распродажа практически во всех масс-маркетах, да и не только, вообще практически во всех магазинах. Вот. Сначала немножко побродим по магазину, посмотрим, что есть, потом я кое-что примерю, я кое-что нашла, взяла в примерочную, и посмотрим, что я выбрала. Я надеюсь, что вам понравится и будет интересно. Но сначала бродилки по магазину. Поэтому вещей не так уж много, мне такое сложилось впечатление, что как-то немного вещей в общем и целом, не знаю уж почему, может быть, какой-то такой межсезонний сейчас вроде бы как распродажа началась, и многие вещи ушли на распродажу, а новые, может быть, еще не подвезли, не знаю. Вот, кстати, платье и шитья. Было там черное длинное, сейчас вот это вот белое короткое. Вообще, я так понимаю, что это супертренд этого лета. Везде полно этих платьев из шитья, и в масс-маркетах, и не только. Прям сплошь и рядом такое, знаете, их большое разнообразие. Если кому-то нравится, то сейчас самое время их покупать. Кстати, вот в одном из моих видео из нашего магазина Winners, по-моему, в прошлом видео я тоже примеряла очень красивое белое платье из шитья, из хлопка всего за 40 долларов, в косе оно немножко стоит подороже. Ну, в общем, вопрос выбора цены и вкуса. Летние вещи, много очень летних вещей, каких-то непонятных. Вот, например, вот это оранжевое нечто. Я, честно говоря, долго крутила-вертела, так и не поняла, что же это такое. Не то блуза, не то платье, непонятно какого фасона, непонятно какого размера, совершенно какое-то огромное. Может быть, надо было бы взять его примерить. Может быть, в следующий раз только ради того, чтобы посмотреть на самом деле, что оно из себя представляет. Потому что вот я люблю такие сложные, странные какие-то вещи, которые на вешалке висят, и вообще непонятно, что это и к чему. Ну, а когда их примеряешь на себе, то, в общем, становится понятно, что либо это полный трэш какой-то, либо это что-то очень интересное и необычное. Вот, летнее платье такое, немножко такое с полуоткрытой спиной, много шорт летних коротких, много брюк летних тоже, много таких вязаных рубашек, свитерков таких пола, из такой, знаете, летних вязаных свитеров, и очень много вещей на распродаже. Сейчас мы с вами отправимся в отдел распродаж, где я кое-что вам прокомментирую, потому что я, честно говоря, немножко была в большом удивлении. Вот что я вам хотела показать. Вот это платье. Девочки, если вы меня смотрите давно, то вы помните, что в конце прошлого лета я купила его на распродаже в магазине Коз. Оно точно так же стоило 250 долларов минус 70 процентов, и причем этих платьев было два цвета, голубое и черное. Голубое платье я примеряла позапрошлым летом, но не дождалась, когда оно вышло на распродажу, их раскупили или, в общем, ну, их не стало в магазине. А черное прошлым летом я примеряла и купила. Я уже тогда была удивлена, что, в общем-то, это уже второй год, пока они их продают, эти платья, как бы, и очень странно, почему они все продолжают их продавать. Но увидев в этом году снова его на распродаже, снова за те же деньги, те же минус 70 процентов, я вообще, честно говоря, была немножко в шоке. Я не понимаю, как работает у нас магазин Коз, и почему у нас продают вещи позапрошлогодней коллекции, и по-прежнему они висят на распродаже, и как будто бы им не три года этим платьем. Очень странно. Не знаю, как это у нас работает и почему так происходит. Во всяком случае, вот это то, что есть. Да, удивилась я, конечно, но вот такая вот странная у нас система в магазине Коз. Вот эти сережки, помните, я купила такой кулон на Селли, а сережек тогда не было. Сейчас сережки появились, я хотела их купить в комплект кулона, но забыла. Увлеклась примерками, там, другими вещами. В общем, про сережки забыла абсолютно. Вот. Но, может быть, в следующий раз я заскочу, и я думаю, что они еще будут, никуда они не денутся. Ну, а теперь пойдемте в примерочный, посмотрим, что же я нашла для примерок. Приветствую вас, друзья мои. Примерочная Коз. Я побродила по магазину, показала вам, что есть немножко новой коллекции, есть много сейлов, есть очень вещи, которым, по крайней мере, я знаю, что им пару лет уже, и они уже были на сейле в Коз. Ну, я вам показывала там платье черное, которое я купила в прошлом году на сейле, и оно еще было до этого. В общем, я не знаю, что происходит с Козом, но вот такая вот у них, у нас в Канаде, вот такая система, что вещи висят по несколько лет. Ну, неважно, я, наверное, уже вам это проговорю. Так, давайте будем делать примерки. Я взяла вещи из распродажи. Разные всякие, такие разные. И, в общем, давайте будем примерять. И я вам буду по ходу дела рассказывать, что к чему. Сколько на них сейл, сколько они стоят, какой состав. Постараюсь очень быстро не тянуть. Все, перейдем к примеркам. Так, первый комплект. Очень симпатичный. Мне нравятся, девочки, блузы и брюки. Я сразу хочу сказать, что с размерами беда. Я долго-долго бродила, и на распродаже остались размеры или 14-й экстра-экстра-смол, или экстра-экстра... Нет. 14-й экстра-экстра-ларч, или экстра-смол. Ни то, ни другое мне не подходит. Но, все-таки кое-что я нашла. Брюки. По-моему, это восьмой размер. Они чуть-чуть мне поджимают. Пояс добавила свой, чтобы немножко разбавить и сделать чуть-чуть веселее все это дело. Потому что комплект довольно такой базовый. Еще один момент. Вот, значит, здесь вот эта вот пуговица. Вот так вот она застегивается. Значит, я... Голова не пролезает, если пуговицу не расстегнуть. А чтобы ее расстегнуть, у меня заняло минут 10. Вот я ковырялась, ковырялась. Такая тугая застежка. Ну, в общем, проблемы. Трудности блогинга. Но вообще комплектик неплохой. Он так подходит друг к другу. Видите, здесь такое розовато-оранжевое. Персиковый такой рисунок на блузке. Персиковые брюки. Я очень люблю такие брюки. С высокой талией. И тут с защипами. Мне кажется, они как-то меня уменьшают в копе. И делают мне красиво. Делают мне красиво, если можно так сказать. Я бы еще хотела посмотреть на них сзади. Здесь вот есть зеркало такое, что можно себя рассматривать сзади. Я супер тупой блогер. У меня никогда не получается с этим зеркалом понять, как в него смотреть, чтобы снять себя сзади. Так вот я сниму в таком масштабе, чтобы посмотреть. Ну, ничего так они сидят сзади. Облегают. Ну, как бы неплохо, по-моему, правда? Я не буду их сейчас покупать, девочки. Даже если они хорошо сидят. И даже если что, я вам скажу почему. Еще так ссыл не очень большой. Хотя есть и 70%, есть и 50%. Давайте я вам сниму полный рост, чтобы вы видели, как это выглядит. Полный рост. Ну, так, ничего. Симпатичный комплектик. Такой, вы знаете, ни к чему не обязывающий. Очень даже такой скромненький и в то же время симпатичный. Вы знаете, в этой блузке неожиданно хороший состав. 52% шелк и 48% хлопок. Или наоборот. Ну, не важно. По факту она наполовину шелковая, наполовину хлопковая. И размер 6 я примеряла. Значит, 150 долларов она стоила. Сейчас на нее 70% скидка. 45 долларов получается. Значит, это недорого для хлопка с шелком наполовину. Единственное, что мне не очень она нравится, если честно. У нее симпатичный, интересный фасон. У нее интересные вот здесь вот такие рукава приспоренные. И так вот интересно сделана пройма. Здесь у нее резинка. Широкая, такая красивая рука. Но... Симпатичная блузка, но ничего особенного. Я не очень люблю вот такой вот воротник. Да. И, честно говоря, расцветка. Мне ее как-то не очень нравится. Рисунок и расцветка какая-то такая. Вот. Перейдем к брюкам. Брюки. У нас тоже, значит, я мерила размер... Ой-ой-ой, не знаю. Видите, восьмой. Да? Размер восьмой. Цены на них нету. 70% на них скидка. Видите, вот я потом выйду, посмотрю другие. Такие же. И скажу вам, сколько они стоят. Сзади у них резинка сделана. Это хорошо. Они из 100% хлопок. И такой, знаете, мягенький такой катончик. Как фланелька такая. Приятный. Симпатичный такой. И цвет хороший. Но чуть-чуть они у меня маловаты. Восьмой. Мне немножко маленький. Жалко. Ну и такие вот они. По длине хорошие. В общем, хорошие брюки. Цену не знаю. Потом напишу. Так. Следующий костюмчик. Это, конечно, мой такой эпик фейл. Небольшой провал. Шорты. Это такие шорты длинные. Значит, шестого размера. Я вот в эти брюки восьмой как бы влезла. Но они мне маловаты. А шестой мне уж совсем. И вот эта вот высокая талия. Она здесь слишком высокая. Она прям, знаете, должна быть высокая, худая девочка с маленькой грудью. А я, конечно, в этом выгляжу как коломок. Я даже не стала все это заправлять. Потому что это тяжело. Короче, ну вот эта кофта мне нравится. Она такая, пардон за неглижи. Она такая прозрачная. Вот такая, как кольчушка сделана. Немножко с люрексом. Вся она пугольцик. Я ее потом выпущу сверху. Я просто хочу вам показать эти шорты. Ну, что их показывать? Они мне маленькие. Выглядят это все ужасно, отвратительно, некрасиво. Но, в принципе, они неплохие. Единственное, что не для меня. Конечно, не мой размер. И вообще, наверное, не мой фасон. Сейчас покажу вам блогу. Так, если не смотреть на все это безобразие. А у меня ничего нет. А у меня есть еще другие шорты. Может быть, я потом примерю с этой кофтой, чтобы она лучше была видна. Ну, вот такая вот, как будто бы кардиган. Мне просто нравится ее состав. Ну, я на вешалке вам лучше потом покажу. Потому что сейчас это все выглядит так некрасиво и неэстетично, что я просто даже не хочу особенно вам тут показывать это. Но я покажу потом. В общем, цвет красивый. Шорт бермуды такие. Красивый цвет. Фасон тоже ничего, но мне мало. И вот такой вот кардиганчик, который... Вы знаете, что я искала какую-то юбку, чтобы примерить. Но с юбками совсем плохо. У них висит три с половиной юбки. И все каких-то совершенно не вменяемых размеров. Поэтому вот так. Ну... Мне нравится его идея. Но, если честно, он какой-то бесформенный. Потому что что у них с пуговицами? Все-таки пуговицы не расстегут. Ну, короче. Мне просто нравится его ткань. Вот такая вот блестящая кольчушка. Но... Все, снимаю, снимаю побыстрее. Шорт из 100% из Коза. Стоили 115 долларов. На них сейчас 50% скидка. Размер 6. Как я в них втиснулась. История умалчивает. Лучше вам не рассказывать. Красивые. Вы знаете, без меня они выглядят лучше, чем со мной в них. Потому что они у меня малы были. И, в принципе, они, видите, вот так здесь красиво. Сделали защипы, пояс, вот эти вот шлевки. Карманы сзади. Сзади у них один карман. Вернее, карман. Нет, нет, карман настоящий. Как будто бы стрелки прошиты. Ну, в общем, симпатичные такие вермуды. Очень красивый цвет такой лавандовый. Плохо видно сейчас. Ну, вот вы видите, да, лавандовый. Так, снимаю топ. Так, кардиган этот. Стопроцентная синтетика. Все. Там полиэстер, найлон. В общем, короче. И он 125 долларов стоил. И сейчас на него 70% скидка. И это размер medium. Видите, он интересный. Он красиво выглядит. Вот на вешалке такая красивая ткань. В общем, понравился он мне. Ну, как-то фасон такой, знаете, немножко обычный. Хотя, может, с чем-то определенным он бы смотрелся неплохо. Так, девочки. Это шорты. Это не юбка. Видите? Вы видите, что это шорты, да? И вот они вот такие вот смешные, клешные. Как будто юбочка. Тоже мне маловато. Потому что это тоже шестой размер. Но я в них влезла. В отличие от вот этих вот сиреневых, которые я вообще не могла влезть. А в эти я влезла. Они, конечно, немножко коротковаты. Могли быть и подлиннее. Но как бы я рискнула. И вот такая вот белая, очень красивая блуза. Сейчас я покажу вам и расскажу, о чем кричат у меня там за дверью. Значит, лирическое отступление о том, зачем шумят мои соседи за дверью, по-примершне. Значит, две дамы пришли и стали расспрашивать продавца, что это такое за магазин. Они никогда не слышали про магазин Кос. Они первый раз здесь. И им понравилось здесь все очень. Но они даже не знают вообще, откуда этот магазин, что за магазин. Он им объясняет, что это та же линейка, что H&M, только более дорогая. И что это шведский бренд. Они так удивлены были. То есть я вам рассказываю, что у нас Кос вообще не знают. То есть две такие дамочки по голосам взрослые. И такие приличные на вид, на голос вернее. Они понятия не имеют. Они пришли первый раз, они пришли в этот магазин. Так, ну все, хорошо, я отвлеклась. Значит, показываю вам шорты. Шорты вот такие вот тоже. Ну, невысокая посадка, но нормальная. То есть вот такие вот они клешные, широкие. Маловатый мне, конечно, шестой размер. И вот такая очень красивая блуза белая. У нее вот спереди вот такая вот деталь, вышивка. Не знаю, как это сказать. Вот очень красивая. И то же самое на спине. Я вам потом покажу, когда на вешенке снимаю. Вот, и вот их я одела двух. Белая с черным, по-моему, красиво. Прям красиво, девочки, правда? Мне нравится этот комплект. Нет, правда симпатичные. Мне нравятся они. Они, конечно, коротковаты, но мне нравится, что вот они такие, знаете, клешные, как широкие. Очень-очень симпатичные шорты. Давайте я вам покажу себя еще вот так в полный рост. Чтобы вы рассмотрели как следует все. Ну что, неплохо, правда же? Симпатичные. Так, шорты. 100% Лео Целл. Лео Целл. Никогда не знаю, как правильно говорить по-русски. Лео Целл, правильно? Шестой размер, 120 долларов. На них сейчас 30% скидка. Посмотрите, как интересно они сделаны. Вот здесь вот есть резинка с пуговицей. То есть их можно уменьшать. Можно вот так вот, эту резинку можно натянуть. Застегнуть вот так вот на пуговицу здесь. И тогда они, видите, здесь немножко становится меньше. Я почему знаю? Потому что у меня дети, мои в детстве были очень худые. И детские джинсы, и брюки здесь продаются, наверное, не только у нас, продаются вот с такими вот в талии, в поясе, встроченными резинками и пуговицами, что их можно уменьшать. Вот так вот, если вы закрываете, застегиваете на пуговицу, вот здесь, то шорты становятся меньше в талии. Но мне не надо уменьшать. Жалко, что нельзя так увеличить. Посмотрите, как они интересно сделаны. Как-то они какие-то асимметричные. У них есть карман с одной стороны. С этой стороны нет кармана. А, нет, есть. Беру я вам. Так странно, я еще подумала. Как-то может быть, что с одной стороны карман, с другой нет. Ну, видите, как интересно. Вот здесь вот, значит, шов с карманом. Здесь еще какая-то складка. Здесь еще какая-то складка. В общем, они такие очень сложно подчиненные. Я просто их так повесила криво, что как будто бы с одной стороны. Ну, хорошенькие шортики, симпатичные такие. Посмотрите, какая она красивая. Значит, ну, вот это вот все хлопок. Хлопок, а вот это вот отделка. В основном хлопок. 75% хлопок, но немножко есть синтетики. Ну, понятно, здесь вот эти вот какие-то вставки явно синтетические. Но она очень красивая. Точно такая же отделка у нее есть на спине. Красиво сделана. Мне очень она нравится. Единственное, что она, по-моему, на небольшом еще цели. Небольшая она у нее распродажа. Поэтому, да, всего лишь 30%. И стоит она 150 долларов. Это был размер 6. Видите, вот 6 вверх мне, как бы, когда он оверсайз, большой нормально. А низ 6 мне маленький. Видите, написано, что это органический хлопок. Ну, в общем, 150 долларов. 30% на нее сейчас скидка. Это где-то 100 чем-то долларов она будет стоить. Ну, для флуза и летний как-то дороговато. И вот мне не очень нравится этот воротник. Он такой прямо стоячий, такой твердый. Прямо такой, знаете, как будто официальная офисная рубашка. А она-то, в принципе, по-моему, не. Ну, она такая более... Хотя, в офис тоже можно. И туда можно. И сюда можно. И куда хочешь. Свободное широкое летнее платье. Размер экстрасмол. Но он очень большой. Девочки, если я уже это примеряла, в одном из своих блогов из КОС я примеряла вот много вот таких вот платьев. Может быть, другого цвета. Вы же меня простите, потому что я не помню, на самом деле, что я примеряла, а что нет. Ну, вот такое вот платье широкое. Вот такое, знаете, простое, широкое, свободное. Такое вот здесь застежка у него не до конца. Вот до сих пор. Карманы. И вот такой вот симпатичный рукавчик-фонарик. Рукав вот такой 3 четверти, или 7-8. Длина не очень длинная, не очень короткая. Хорошая длина. Я думаю, что это хлопок, но я проверю состав. И к нему еще идет пояс. Сейчас завяжу, покажу. Ну, вот и пояс. И пояс прилагается. И пояс с поясом тоже хорошо. Даже очень красиво. Мне, как всегда, с поясом больше нравится. Но вы знаете, меня, я все подпоясываю. И, ну, и с поясом оно нормально выглядит. Но с поясом чуть-чуть более женственно, чуть-чуть более элегантно. Такой даже в стиле 50-х. Как будто бы такая широкая юбка. Dior New Look, как будто бы. Вот. Ну, и, в общем, что-то такое. Ну, красивое платье, симпатичное. Давайте я сняюсь полный рост, чтобы вы составили представление. А потом я вам посмотрю его состав, цены. Ну, на него небольшой сейл. По-моему, сейчас 30%, а стоило оно довольно дорого. Так что оно еще, в принципе, довольно дорогое. Да, оно 100% хлопок. Видите, на него только 30% скидка. А, нет, красного, четвертый. Ну, четвертый тоже маленький совсем размер. Но, видите, мне он так вполне себе свободно. 175 долларов. Оно стоит 30% на него скидка. Красивый такой, знаете, желто-горчичный цвет. Карманы. Ну, такое вот обычное платьице. Ну, было подешевле, так можно было бы говорить. А там, в принципе, ну, немножко как-то дороговато. Ну, Коас, не дешевый магазин. Божечки, какая красота! Девочки, я не ожидала. Я взяла его поприкалываться, потому что мне показалось, что оно какое-то дурацкое. Я думаю, дай померю для прикола. Оно такое красивое платье. Сидит так хорошо. Смотрите, значит, здесь оно сделано все кружево, кружево, кружево. Ну, я так еще посмотрела, как будто ночнуха какая-то. Кружево такое. Само оно, видите, такое здесь какой-то фасон отрезной. Сделано как будто бы такой синий-темный-синий атлас. Здесь разрез. Вот такая вот красивая длина, элегантная. Просто очень красивое платье. Я сейчас посмотрю, сколько оно стоит. Я не ожидала. Правда же? Скажите, красиво. Оно очень красиво на фигуре. Так прямо подчеркивает. Вот прямое, да? Без ничего. Не приталенное там ничего. Ну, как-то так вот. Такое немножко комбинашка. Ну, красивое. Смотрите-ка. Пришла без намерений. Ничего я не собиралась покупать. Но я посмотрю, сколько оно стоит. Оно одно, кстати, в магазин. Такое красивое платье, девочки. Или мне кажется, скажите мне. Это у меня просто какие-то... Какие-то... Мираж какой-то? Или мне действительно... Или оно сильно красивое? Оно в жизни красивее. Оно так интересно сделано. Честно, я думала, какое-то кружево колхозное. Оно очень так красиво лежит. Нарядное, конечно, наоборот. Так, у меня дилемма. Значит, оно... 78% ацетат. Все остальное вискоза. И эластан. А из чего же вот это сделано? Это же явно синтетика. А может, там отдельно написано. Но я не стала уже разглядывать. И вы знаете, девочки, оно... Стоит... Стоит... 150 долларов. И на него... 50% скидка. Это значит, что оно... Стоит... 75 долларов. Вот немного. Красивое платье. Смотрите, как оно красиво сделано. Ну, просто очень. Такое элегантное. Хотя я вот не люблю вот такое кружево. Вообще не люблю ни разу. Ну, в этом здесь вот именно оно как-то... Причем, вот платье синее, кружево-черное. Что к чему, но... Вот оно настолько как-то красиво село на меня. А, это размер десятый, да? Десятый. И это нарядное. Нафига мне нарядное платье? Куда уж я так хожу? Десятый. Но оно не очень нарядное, знаете. Оно такое, в принципе, можно просто вечером куда-то пойти в нём. Там, в ресторан. Не обязательно на какой-то уж такой выход. Красиво так блестит. И чёрт побери. Я в дилемме. Ну что, девушки, запала мне в душу вот это платье. Вот так, знаете, YouTube, это не доход, это расход. Я столько не зарабатываю, сколько я трачу, когда я прихожу что-то примерять. Вот ей-богу. Я зарабатываю три копейки, трачу три. В десять раз больше, чем я зарабатываю. Так, ну хорошо. Будем прощаться. А я буду думать. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. И если вы ещё не подписаны, то обязательно подписывайтесь на мой канал. А если вам понравилось моё видео, то обязательно поставьте мне лайк. С вами была Дита из Канады. Люблю, целую. Пока-пока-бай. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok